25 люберецких подростков отправились на ежегодный военно-спортивный слёт. В течение недели они принимают участие в спортивных соревнованиях и осваивают военно-прикладные дисциплины. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Более 10 лет слёт проходит в Центре военно-патриотического воспитания молодёжи. Программа расписана на каждый день. Уже в первой ребята продемонстрировали своё мастерство в строевой подготовке, показали умения в разборке и сборке автомата. Мне очень нравится собирать, разбирать, там всякие разные оружия. Получаю удовольствие от этого только. Я думаю поставить какой-нибудь свой рекорд, но пока только учусь. В процессе военно-патриотического воспитания ребятам показывают фильм о любви к родине, самоотверженности, о вере в себя и свои силы. Много времени отводят для спорта. Канатный парк, пейнтбол, полоса препятствий, настольный теннис, футбол и скалодром. Это весело на самом деле. Ну тут вообще тоже круто. Вон там, посмотрите, картинг, пробежка каждое утро. В основном это очень крутой лагерь. Мне очень тут нравится на самом деле. Он приобрел новых друзей и старых нашел. Приходят ребята, играем с ними в футбол. Готовимся, так сказать, к матчу, чтобы выиграть кубок. Строевая выправка, умение выполнять команды, мастерство перестроения, командный дух и сплоченность. Одним словом, здесь они готовятся и к службе в армии. То, чему вы здесь научитесь, обязательно вам пригодится в жизни. Так что старайтесь. И самое главное вообще в жизни – это уметь обучаться. Потому что не знаешь, как жизнь повернется, в какую сторону. И самое главное – делать все в этой жизни честно. И тогда все обязательно получится. Подобная практика существует в Люберцах с 2010 года. За это время такой способ перевоспитания молодежи дал положительные результаты. Занятия им все нравятся. На занятия они идут с удовольствием. Довольны. Такие элементы военной подготовки, как строевая подготовка, они и развивают слаженность подразделений, слаженность военнослужащих между собой. В прошлом году ребята, которые были, уже некоторые из них в рядах вооруженных сил выполняют свой долг перед Родиной. И, соответственно, им, конечно же, это помогает. Они уже более адаптированные приходят. На военно-патриотические слеты отправляют ребят в возрасте от 14 до 17 лет, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Многие подростки, которые ранее бывали на таком слете, встали на путь исправления и продолжают заниматься спортом. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.